Итак, дорогие друзья, сегодня предлагаю поговорить о такой видеокарточке, как RTX 2060 на 6 гигабайт. Это та карточка, которая вышла в 2019 году. Это не супер-версия и не 12-гиговая версия. Это именно такая самая базовая, самая классическая и, казалось бы, самая доступная. По первому пункту я могу обозначить то, что у нас приемлемая производительность в современных и новых играх. Эта карточка RTX 2060, она уже в некоторых играх, даже как в минималках, записана. Либо у нас в минималках 1060, но это только 30 кадров FSR на супер-супер низких настройках. Если стоит 1070, значит RTX 2060 как раз будет мощнее, чем GTX 1070. И опять же, она мощнее не настолько, чтобы продавать 1070, если она у вас есть нормальная, адекватно работающая, обслуженная. И вот менять 1070, чтобы перейти на 2060, большого смысла нет. И тут же второй пункт. Это у нас бесполезность RTX и DLSS на младших и старых карточках. Что у нас является собой 2060? Это одновременно и младшая, и уже не самая новая карточка, потому что у нас есть 3060, 4060, и там и 4070, и так далее. Соответственно, она не настолько мощная и не настолько новая. Те RT-ядры, они для работы, для виртуального интеллекта, для виртуальной реальности, искусственного интеллекта. Они, конечно, для фото, видео, монтажа нейрофильтров, нейронки, они что-то дают. Но в плане игр, этот RTX, он здесь ещё настолько слабый. Может быть, несколько проектов вы сможете поиграть с этими волшебными лучами. Но по большей части, производительность падает в 2-3 раза. И вот эти вот лучи волшебные, их очень сложно увидеть на практике. Если у вас было там 60 FPS, а стало 25, и где-то там что-то, где-то блестит, мигает, это больше головной боль в этих случаях. И DLSS. Здесь у нас в самой первой версии, опять же, в 30-м поколении была новая уже у нас технология DLSS. И, соответственно, в серии 4060, 4060, 70, там уже, соответственно, ещё более новые DLSS, ещё более новые версии. Здесь это всё в таком, можно сказать, зачаточном виде, в виде какого-то сырого черновика наброска. Потому этот DLSS в 20-й линейке, он работает кое-как, кое-где, но это не тот DLSS, что на современных карточках. Даже FSR уже 2.1, FSR 3, который работает на любых видеокартах вообще, он показывает картинку, не так сильно её ухудшает. Показывает и FPS более достойный. Соответственно, у нас DLSS старой версии, что он даёт? Картинка ухудшается сильно, а даёт 5-7 кадров. Но это ни о чём. Соответственно, чисто ради вот этих технологий был смысл брать в 2019 году, когда хотелось это всё увидеть, ощутить, пощупать, посмотреть на своём личном опыте. Сейчас, по прошествии уже многих лет, понятное дело, что это была сырая карточка в плане этих технологий. Там у неё, можно сказать, производительность базовая, она нормальная. Выше, чем у 1070, где-то между 1070 и 1080. Это то, что получилось. А вот RTX здесь, конечно, не выстрелил. И цена видеокарты с гарантией 90 дней до 200 долларов карточка спокойно может стоить. У нас есть вариант каких-нибудь политок там за 180. Если вы хотите взять какой-нибудь крутой там MSI или Gigabat, или какой-нибудь там Asus трёхкулерный, очень какую-то навороченную, соответственно, с хорошим охлаждением, не сильно ужаренную, она будет стоить до 200 долларов. Можно долларов за 150, где-нибудь на барахолке можно её купить будет. Но там будет вообще никакой гарантии. Ну, может быть, на радиорынке 14 дней. Соответственно, 14 дней и 90 дней – это тоже разница. Ну, может быть, где-то 30 дней. Но в любом случае нужно брать обязательность гарантии, потому что вариант просто пойти где-то с рук её купить, или вам по почте её там с другого города пришлют. Это вообще может быть муляж, там она вся распаянная на запчасти, вам просто закрыли этим кожухом, там бэкплейт прикрутили, а по факту там кроме текстолита вообще ничего нет. Соответственно, её нужно брать только в очень крутом проверенном магазине. Есть такие магазины, которые занимаются продажей БУ-комплектующих. Либо где-то, если с рук, то с очень большой проверкой. И всё, не каждый человек захочет вас вообще домой пускать. Ну, это такой вариант БУ-железа – это всегда такая покупка довольно рискованная. И какие есть варианты, мы сейчас посмотрим. Варианты чуть дешевле, чуть дороже, но в целом RTX 2060 – она неплохая, если она у вас есть, либо вы друг, родственника, реально можете прийти к нему домой и там весь день её гонять. Может быть, вам это понравится, и вы себе сможете её приобрести. И конкретно, если вы знаете человека, если вы знаете, что он точно не манил, играл там обещанных 2 часа в день, и то не каждый день. А если эта карточка с 19-го года была у каких-то стримеров, блогеров, компьютерных клубов, они, ясное дело, её ужарили. И вот несколько таких альтернативных вариантов для 2060, что я вижу. Это у нас GTX 1660, она также на 6 гигабайт, и она бывает обычная, TI и Super. У обычной у нас GDDR5 память, но она всё равно быстрее, чем 1060. И уже версия TI или Super, она уже ближе к GTX 1070 и к RTX 2060. При этом у неё меньше TDP, это 130 заявлено. По факту она может и меньше хавать, можно сделать небольшой андервольтинг, и их много однокулерных. Да, будет чуть умнее, более горячие, но в целом у вас относительно современный продуваемый корпус. Там 70-72 градуса, это нормальная температура для однокулерных карточек. Если больше 75, нужно, конечно, термопасту поменять. Итого, что мы имеем. Карточка есть однокулерная, соответственно, она будет дешевле, меньше распиарена, меньше какого-то оверхайпа. И она будет вполне себе нормальная, работоспособная. И цена у неё будет дешевле, потому что, опять же, она не такая распиаренная, как RTX 2060, потому что нету волшебного RTX и DLSS, которая, как мы выяснили, в RTX 2060 не особо работает. Она меньше жрёт, она компактнее, она дешевле стоит. Производительность даёт, ну, может быть, на 10% меньше. Ну, может, там на 12% меньше. Ничего критичного я здесь не вижу. Это если у нас есть 130 долларов. Может быть, какая-то более продвинутая двухкулерная версия будет стоить 150 долларов. Но они всё равно будут в среднем дешевле, чем RTX 2060. Это при условии, если вы будете брать в том же магазине, при условии того, что вы будете брать в том же городе. RTX 2060 всегда более дорогая. И вариант для тех, у кого уже есть 200 долларов, там 210, это AMD RX 6600. Да, это не NVIDIA, это AMD-шная карточка, но у неё 8 гигабайтов. И она вышла в 2021 году. Она уже может конкурировать с 30-60, даже там чуть более новыми, даже там 40-60. Она стоит 200 долларов. Это бушная, она новая в магазине стоит 250. Ну, 260 долларов. 260 долларов за карточку достаточно свежая. Актуально у ТДП там вообще чуть больше 100 Вт. Но она также подключается 8-пиновым коннектором. Сейчас, в принципе, все карточки подключаются 8-пиновым коннектором питания. Если ТДП чуть-чуть хотя бы больше 100 Вт, уже идёт 8 пин. Соответственно, какой плюс ещё GTX 1660? К ней блок питания, там был рекомендованный 450. Можно перестраховаться, если у вас есть. Хорошо, будет 500 Вт, например, какой-нибудь Чифте, Кугар, Дипкул. Даже пусть не самый новый, лишь бы там было 6 плюс 2 пин. Не Молексы мутить, там крутить костыли, а именно, чтобы он включался 8-пиновым питанием. Соответственно, практически любой блок питания, даже не самый новый, даже не самый мощный, для GTX 1660 хватит. Для МДРХ 6620 пишут, что ей нужен блок питания там 550-600. Но если у вас хороший, там голдовый 550 или какой-то хотя бы бронзовый, так же на 550 можно запустить. Итого, что мы имеем. Варианты есть, альтернативы есть. RTX 2060, она слишком оверхайпнута. И, по моему мнению, она не может стоить, как карточка 21-го года. Ее реальная цена была бы в магазинах, если бы она была за 150 долларов. 200 долларов – это перебор за RTX 2060. RTX 2060 Super – это совершенно другая карточка. Там щена памяти 256-бит, она 8-ми гиговая, она намного новее. Но она называется RTX 2060 Super. И может даже стоить чуть дороже. Смысла в этом нету, если есть RX 660 2.0. Она работает с универсальными FSR, у нее нету каких-то фирменных функций там от AMD. Ну, таких очевидных, как DLSS или RTX. Соответственно, она работает на базовом FSR. Можно даже без него поиграть в некоторые новинки практически на средних настройках. Она процентов на 25 быстрее, чем 26-6 гиговая. Такое было мое мнение. Всем пока.